Передаем слово к комментаторам. Ох, ну заждались мы. Здравствуйте еще раз, друзья. К вам на кроховый микрофон, неожиданно врываемся. Третья решающая карта. В первом четвертьфинале Star Series сезона под номером 4. Уже жара. Уже действительно похоже что-то на стадию плей-офф. Действительно матч был незабываемый, по крайней мере на Коблстоуне. Ну и сейчас Инферно. Было достаточно времени у команд. Обсудили, забыли прошлую карту. Вышли на такой средний моральный уровень, на рабочую атмосферу. И сейчас мы посмотрим, я уверен, не менее эпичный бой. Ну и самое что ни на есть классика жанра. Карта Инферно интересная во всех аспектах. Опять же, снайперские винтовки, поджимы. То, что мы в полной мере видели уже на Коблстоуне. Наверное, здесь достигнет своего апогея. Так, Fallen возвращается на линеечку и потихонечку... Будем готовы начинать. Так, там... Fake Load 9, GG, плакатик на месте. Советы по раундам есть от зрительского зала. Ну и Liquid. Уже я вижу даже кулачки. Полетели. Он надевает наушники. И буквально через пару-тройку мгновений мы ворвемся на пистолетный раунд. Ну и не могло так просто все закончиться в этой битве со счетом 2-0. Как бы там не прогнозировали и наши аналитики, что СК, если выиграют Мираж, то, скорее всего, должны заканчивать карту Коблстоун в свою пользу. Нет, Liquid по-прежнему грозная сила. Пистолетный раунд. Первая половина СК Gaming будет начинать за сторону защиты. Ну и жидкие лошадки атаковать. Удачи еще раз команда. Третья карта. Кто-то пройдет в полуфинал. Ну а кому-то предстоит попрощаться с турниром на стадии уже одной четвертой. Так. Ну и медлительное в исполнении раунда Team Liquid. С аккуратным заходом на второй мидл. Есть подстраховка на спине. Нитр смотрит по-прежнему банан. Ну вот такой вот. Новомодный раунд. Три ковры. Второе дыхание, на самом деле, у этого раунда. Все чаще и чаще им действуют подобным образом. Но убьют ли Тако, непонятно. Но на ребрах, как мы видим, уже замес. Жесткий замес. Минусует болт. Скулдзера все-таки включается в эту пристрелку. Из нычки повторно еще один фраг его исполнения. На лонге уже бушует стил. Три в три. Бомба стоит. Есть дифьюз киты. Фолан даже с флешечкой остается. Ну пока что стенка смока мешала. Здесь Габриэль Толедо. Передавать информацию своим тиммейтам. Сдвоено с этой позиции. Аккуратно выползает на чек. Я так понимаю, что скорее всего закрытая позиция в пленте сохраняется. А вот где остальные? Не очень было понятно. За это наказывают на флай дважды. Да. Мне пройти такие консервативные точки. Три фрага вот на флай. И пистолетный раунд отправляется в актив команды Ликвид. Ну слишком надежные были точки. Два пески, один в пленте. Как их оттуда выкурить? Ну да, и даже несмотря на то, что там Глог был, вскрыть эту позицию, даже подступиться к ней не удалось SK Gaming. Как бы аккуратно они не действовали. Так, теперь уже Ликвид начинают немножечко шалить. Четыре фармгана. Не самая оптимальная стратегия в этом четвертьфинале. SK несколько раз закупались вот подобным образом. То много умерло, то не нафармили. Может быть у Ликвид удастся реализовать такой вот бай. Так, начекали банан, нафлай прекратил свое дальнейшее продвижение. Молот вгорел, ну и повторная волна раскидки. Так, он рассматривает нож, понимает, что ковры уже под контролем сил атаки. Ну и тут что, смоки все есть, флешки, руки развязаны у Ликвид. Ну абсолютно, действительно, поверхность карты отпущена под их контроль. Можно варьировать свою атаку, и чтобы она в дальнейшем выглядела как фейк, наложенный на фейк. Можно заходить просто прямолинейно по точку. Пока что максимально дефолтное расположение сил защиты 3 плюс 2. Ну и перестраивается халпующее звено Болтс. Готов будет помочь своим тиммейтам на точке Б. Ну, слишком пока он далеко. Нужен энтрекилл, нужен хэдшот из дегла. Вот Фера, Фернанда Альваренга у нас на экранах. Тут же Габриэль не халпующий, но тут будет дым. Тут будет флешка, даже контрфлешку готовят бразилец. Ферр не полетел, а сразу по головам все бландецы. Зэшка от Фоллина врывает смоки, но без фрага. Как-то тайминг упустил Ферр к моменту проверки. Уже трое игроков пробежало. Тем не менее, бомбу удается выбить Болтсу, кстати. Хорошая подсадочка была, действительно, на цветы. Болтса выпустили на этот фраг. Врыв в смоке. Ферр захлебывается от Фоллина, заканчивается патроном на флай. Решил не рисковать. Но тут коктейль Молотова очень вовремя прилетел. На флай чуть-чуть поторопился. Но, тем не менее, 4 в 4 будет попытка выбивания. Без дефьюз китов. Ну, подступили, действительно, к позициям на выбивание. Ошибок себе не позволяют делать. Тим Ликвид стоят достаточно уверенно в перекрестном огне. Но надо идти. Ну, уходит на сейв. Я вижу уже ребята на КТ-респауне. Скорее всего, да, тут попытается кого-то все-таки отстрелить. Ферр так, он неподалеку. Но атака просто в сторону Банана ретируется. И второй раунд за командой Ликвид. Вот того самого энтри не хватило. Ну, как-то вот все за секунду времени случилось. Флешка полетела. Вроде бы Ферр отворачивался от прокида Фоллина. А по итогу упустил ситуацию. Когда мог бы сделать и один, и второй хедшот. Хедшот, ну, уже подходя на втором выпаде, пропустил соперников на кафеле. Фоллин опять же погибал в этом прорыве. 2-0-3 пистолета сразу для SK Gaming сохранено. Это значит, что надежда на уже третий раунд по-прежнему теплится. И можно начинать приступать к активным действиям. Болтс. Есть армор, есть СЗшечка. Но, тем не менее, его никуда не отправили поджимать. Стоит на ребрах со своим тиммейтом Фоллин. Собрал инфу, увидел двоих. Бомбу не нашли по КСК. Ну, и Ликвид делают пока то же самое, только чуть-чуть быстрее. Понимая, что там уже точно никаких супердевайсов не будет. Ну, Фоллин просто-напросто на чеке с Юспика. Не выглядит как грозная сила. Да, будет фокусить на себя внимание, отдавая инициативу собственному тиммейту. Но Ликвид решили не идти. Опять же понимают, что сверхопасно быстрыми таймингами попадать в засаду. А тут в засаду две курочки и террорист. Никого, по-моему, они здесь не увидят. Оставили курочек на чек банана. Сами уходят. Контролить, контролить. Оставили. Ну, что у Ликвид? Пора уже определяться с фектором атаки. Есть ковры, мидл, банан. Ну, все, что нужно под контролем жидких. Так, готовится дым. Да, в поддисциплинированную раскидку. Аккуратно с прочеком каждой стыковой позиции будут выходить на ребра. Какое-то определенное. Возможно, на флай должен как-то более активно действовать. Дал дым на Б. Но там и так трое. Четвертый не побежит. Кулдзера и так, а два дегла в обороне база. Нитра под флешку выходит чекать на арку. Здесь никого. Дым хелпу. Первый. Кулдзера не пропускает. Выбивает бомбу. Это плюс инфа для его тиммейтов. Но со вторым уже не справляется. На распрыжке стил все-таки додавил эту точку. Мы видим, 8 хп осталось у бразильца. Но, тем не менее, получилось установить бомбу. Ну, и тут, наверное, Болс будет сейвить остальным все что угодно. То есть, давать должный уровень экономики не очень-таки и хочется. На флайе законтролил Фоллона. Твист перестреливает Фера. Ну, и тот самый Болс не торопится расставаться с бронежилетом своим. Просто на отходе. Болс. Ой-ой-ой. Не самый удачный спрей. В итоге нафармить все-таки получается. У команды Ликвид. Два Юмпика переходят к первому девайсному раунду. Ну, а в СК хватает финансов на покупку снайперской винтовки. Ну, и довольно крепким выглядит этот бай для Бразильской. Пятерки, да, он в ноль. Но с достаточным количеством раскидки. Есть пара диффуз-китов. Но, в свою очередь, Ликвиды все-таки остаются с одной Юмпишкой. С двумя. Голил. Две Юмпишки, да. Ну, и побежали довольно быстро по второму медлу. Тройка в центре. На флай ранний Молотов на аркадку Банана. Тут у нас Фер и Фоллан. Решили не бороться на старте. Ни те, ни другие. Так аккуратно почекала атака. И не пошла. Элидж. Уже в районе ковров. Ну, тут видели мы пару-тройку интересных заготовок. Вот диффенса. Можно парно выпадать на ковры. Вдвоем поджимать. Но СК пока более традиционную. Как мы видим, оборону показывают. То есть так вот чекает. И потом уходит или в плент, или в пески. Ну, по крайней мере, Кулдзера всю нужную информацию будет собирать по меду. Стоит со своей снайперской винтовкой. Если даже без минуса начнет все для него, то направление атаки будет понятно. АВП остается, как мы видим, контролировать выход на ребра. Банан абсолютно не занимает СК. Отдавая инициативу в руки Ликвид. И ковры не поджимаются. И банан, и мидл как-то вот тут подаль стоит. Ну, без инфы. Пока что действительно приходится действовать. Атаки ни одной позиции они так и не вскрыли. Максимально глубоко в пленте А. Причем и под перекрестный огонь здесь действует. Там стил, побежал Аркадий. На самом-то деле в два смока резался. Ну, Фоллэм понял, что происходит. На флай, тем временем, энтрикилл на точке А. Так, пошла уже перетяжка с базы Б. Там всего лишь один фер прилетает по голове болт. Растерялся в этом спреи. Получает изгалил от виста. Кулдзера. 22 хп. Ну, вот тут уже красиво вышли Ликвид. С двух сторон задавили снайпера команды СК. Погибает, тем не менее, нитро. Два в два уже. Ну, и на флай сильно дамаженный половиненный твист. Бомба только что поставлена. Гигантское количество времени на ретейк остается у пары СК. На флай. Ну, тут коротеньким стрейфом должен прочекать. Запускает, запускает. Ну, побаивается каких-то гранат. Хаешки и Молотова действуют аккуратно. На выпаде ставят хедшот один в один. Пошел пушить ферр. До спрей. И изи фраг последний. Даже без диффуз китов. Времени вагоны. Маленькая тележка на обезвреживание этой бомбы. И первый раунд для СК. Два в четыре, по-моему, они только что вытащили. Действительно красивое выбивание получилось. Без позиции именно против последнего бразильца. То есть твист стоял боком. А на флай не успел поменять точку под балкон. Не перебежал. Ну, и по итогу не удержали. Хотя смотрелось все действительно логично выстроено. От начала и до конца. Последним уже таймингом заходили на базу. А удалось захватить ее под собственный контроль. Поставить бомбу. Но не довели до конца. Ну, тем интереснее. Счет становится 3-1. У СК далеко не самый комфортный бай в истории. Мы видим тут и фармганы. Тут и полное отсутствие АВП. Пренебрегли такими крепкими ударными девайсами. В пользу как раз-таки диффуз-китов. Раскидки. И, возможно, это заставит в некоторых моментах действовать более рисково. Ну, пока в плане позиции СК ничего не меняют. Вновь двойка на Б. Вновь кулдзера стоит на 15. И ближе к КТ даже. Элидж готовит бойлер. Элидж опять же первого выпускают. Уже на бойлере. Стил с тиммейтами готов напрягать Б-плэн. Бомба все еще под позицией Ямы. Двойной Молотов на контакт. Но цемент пустует. Ну, абсолютно не означает вот это взятие Банана, что окончательная атака именно на базу Б пойдет. Максимально медлительно. Уже половину гранат потеряли. На последний выход только у Ликвидов осталось. Все верно. 4 смачка, 3 флешечки. И полетел уже этот раскид. Вот он, дым. Так, ну и кулдзера. Он и не собирался близко чекать. Но строится в ручье. Очередное перемежение атаки. Надежно, надежно двигаются по карте Ликвид. Но пора бы уже и что-то занять. Ну, 30 секунд остается до окончания этого раунда. Любые неудачи при заходе. Возможно, принятое решение в пользу отхода в другой плент может завести их в тупик. Нет, выходят до конца. Вновь не самый оптимальный тайминг для Фера. Тиммейт уже погиб. Выход был против двоих по факту. И с разменом его уничтожают. Бомба уже установлена. Очень далеко. Кто у нас болтс? Они вообще не пойдут никуда. Вот это да. Теперь уже действительно пути ретейка отрезаны. Там еще и максимально глубокий смачок на КТ прилетел, который не позволял изначально действовать кулдзере. Ну, приходится уходить. А с другой стороны мы видим еще одного бразильца. Стил начекал библиотеку. Ну, там с юмпиком таком. В дистанции стреляться не очень-то хочется. Переходит чуть-чуть поближе на хелпу кулдзере. Ликвид. Ну, вот и хочется сохранить эти девайсы на следующий раунд SK Gaming. Но с другой стороны пошел на вычисление. Стил. Первого нашел. Второй. Переключается на второго. Тапчиками не удается перестрелять кулдзеру, но приходит вовремя на флайк. В итоге сохраняет только одну фарм-машинку болдз. Это будет экономический раунд в исполнении SK. Ну, и довольно странно, что вроде бы суперопытные, вроде бы супержесткие. Фер и Фоллун постоянно отдают B. Постоянно не дают нужного количества разменов. Знаешь, и пытались сюда третьего стягивать, но подержав его там секунд 20-30 на точке B, постоянно отправляют. Это болдз, действующий на арке. То есть пытаются вдвоем до конца отбивать. Но и не удается. Ну, вот эта мысль, она из турнира в турнир, из аналитики в аналитику. Все-таки очень важно контролировать подходы к B, контролировать бананы. SK же этого не делают. На старте карты так точно. Ну, пока да. Пока той стилистики SK Gaming в защите на карте Инферно мы не видим, когда там и Фоллина могут на стенку подсадить с авиком, отстрелять каких-то по заходящим. Но авик покупали кулдзере в мидл. Ну, не сказать, что он прям суперрезультативен был. Ну, его выключили смоком в какой-то момент времени. Так, под флешечки, выход в центр. Но на главке никого не будет. Так, ну, не самые хорошие для сопротивления девайсы. Опять же, смочок на лонг. Ну, так он может и с деглатом кого-то убить. Второй на точке А это болдз. На бетом все по классике. Ферно мак седьмом. Очень медленно. По пикселю просто Team Liquid занимают точку за точкой. Первый пошел в полупозиции. Так, растерялся. Ну что же, нужно уже такой ударный кулак формировать команде Liquid и занимать, судя по всему, базу А. Ну, там пока что в глубине болдз. Начекали его на флай в абсолютном бланде. Передают инициативу собственного тиммейта. С балкона болдз делает этот враг. Моментальная ответка от Виста. Молотов немного застопит Виста. Погибает Фоллэн. Не удалось ворваться в плен до установки бомбы. Фер на другом конце галактики. Это 5-1 в пользу команды Liquid. На Кобле тоже пытались действовать медленно, но там далеко не сразу пошла игра у Liquid. Здесь же все получается. Недоволен Фер, судя по камере. А чему радоваться? Ну, действительно, настолько выверенная игра. Вот эта вот пошаговая стратегия от Liquid пока что работает. Никаких предпосылок на взятие раундов. То есть, если бы Liquid где-то, понимая, что играют против форс-раунда соперника, побежали, раскидали бы чуть быстрее, занимали бы точку А вместе, возможно, зерно паники бы и посеяли. И с должным уровнем скилла этот раунд могли бы взять. А здесь просто отсекают по одному. Отсекают по одному. Нужно что-то поменять. Фоллэн и Фер не справляются с Б. Большие пески. Как раз позиция, где нужно набивать фраги, это Тако. И у него ноль до сих пор. Проблемы сразу с двух фронтов у СК Гейминг. Ну, а пока мы по факту-то видели один девайсный раунд в исполнении коллектива СК Гейминг. И, как ты вот и отметил, снайперская винтовка была на руках у Колдзера, на меду, на ребрах, на лонге. Нужно пересмотреть. Ну, занять банан хотя бы для начала команде СК. Liquid слишком вольготно себя чувствует. Докупается скаут. Ну, тут потратился Фоллэн, но у всех будет на следующий уже раунд деньги. В флэшбеке от Фоллэна. Ну, не получалось тут. Да, здесь, конечно, не нашалил. Максимально быстро прогоняют его за счет проброшенной флэшки. Уже занимаются ребра. Чек от Элиджа. Так, Фоллэн перестраивается. За бомбой, судя по всему, уже побежал стил. Твист, обратите внимание, в начале второго медла ждал поджима. Ждал вот какого-то креативного раунда от СК. Но не позволяют себе. Достаточно такие архаичные действия в защите. Несмотря на то, что это форс. Пытаются раскрутить его как раз за счет засадных позиций. Опа. Вот тут уже не знали, что на флай просочился под ближний угол. Фоллэнов на отходе прилетает. Тут так вот пытался чекнуть. Тоже погиб. Так, но по-прежнему засада на базе Б сохраняется. Фоллэн набайтил. Ну, тут может, конечно, колдзера раздать. Все под контролем у Тим Ликвид. Есть на лонге два тиммейта. Есть уже в конце банан на флай, который здесь гигантское количество времени стоит. То есть можно заходить и туда, и туда. Можно поджимать спину, можно сплитовать. Но терпят. Но душат Ликвид. Смачок на Б, выход на А. Судя по всему, вот такая заготовка от Ликвид. Там у нас только болтс готов встречать. Ну, обычно это чекается. То есть он может двоих, конечно, как-то заберет. И еще дожить до поддержки тиммейтов. Но, опять же, шансов на это критически мало у болтса. Нужно первому заряжать по голове. Прилетело. По второму не так качественно. И за это болтса наказывают. Неплохая попытка. Но слишком много было игроков атаки на один квадратный метр. Мог и второму повесить. Но третий уже с балкона его бы уничтожил. Знаешь, если бы в раунде было три минуты. Ликвиды использовали и три минуты. То есть очень аккуратно сверх. Показывают нам статистику. Нафлай 11 на 2. 11 фрагов за 7 раундов. Беспроигрышная серия для Нафлая, растущая ногами из карты Коблстоун. Продолжается. Действительно, набрал он жесткий темп. Уже по ходу овертаймов. Во многих моментах зарешал сам. Ну и пока акцентируется внимание на Тако, который... Не хватает как раз-таки его фрагов на точке А. Ну вообще команда СК как будто бы первую карту, как будто не проснулись. Как будто не команда СК. Или как будто заснула третья карта. Возможно, таким, знаешь, серьезным ударом. Действительно, по самолюбию отданы овертаймы были сопернику на карте Коблстоун. И пока с этим нервным напряжением не могут справляться. Ну и Ликвид понимают, кто сидит на том конце сцены. Это СК, это парни, которые с 13-2 могут давать камбэк. Ну, лучше всех, наверное, Зюс даже понимает за спинами своих подопечных. Такой, наверное, жесткой поддержки именно стратегической, тактической лицедеда нет у коллектива СК Гейминг. Вся эта ответственность лежит на фольне. Ну и пауза. Пауза на сервере. Работают тренера, работают капитаны команд. Очень-очень жесткие обсуждения. Ну вот на овертаймах Кобла помогло. Ставили паузу, Ликвид постоянно общались, обсуждали. И в итоге нащупали свой КС. Ну и похожее перестроение. Перерождение. Придется, если хотят бороться за карту Инферно, пройти. Фольную кампанию. Ну, пока сверхсложно. Пока вот эта дефолтная стоячая игра по Плэнтам абсолютно не оправдывает себя. Она бы сработала, если бы просто опорники выключали на заходе. Одного, второго хелпа приходило. Но таких замесов мы не видели. Ну вот, укрепление тройка игроков Банана от команды SK Gaming. Попытка пикнуть. Есть скаут у Фоллана, но нет, не решились до конца встревать в эту перестрелку. Колдзера вновь с авиком контролит выход на центр. Это единственная снайперская винтовка. Ну, по крайней мере, жесткая. АВП. Не хватает, может, гранат каких-то СК. Где дорога огня? Где пять хаешек? Вот что-то, что помешает Ликвид просто подойти на уверенности под Б. Постоял под хэдшот. Ну как, где? Где оборона-то, ребята? Маг седьмой только у Фера в упоре. Фоллана уже отрезали флешечкой. Ну, Фер уже в смоке. Отрезанная стенка из смоков. Пытается найти себе какую-то брешь. Но ее нет. Слишком жестко на КТ. Уже врывается нитро. Начинает хозяйничать. Срезает хэлпу Колдзера из авика. Но тут дым. Сейчас к Феру вообще в спину придут. Пытается пока что прятаться за этой дымовой завесой. Но не выключен. Находят его позицию. Рассекречен Фер. Ну, нужно уже сейвить авик. Не взорвется здесь никто. Да, уходят из кам. Уходят. И вновь те самые проблемы. Они не меняются. Колдзера отдает АВП. Бескровный контрстрайк. Первые две позиции вскрываются. И хэлпа просто-напросто не успевают. Действительно, с начальной игрой на точках серьезные покажут проблемы у СК-геймеров. С другой стороны, стоит отметить Team Liquid. Просто читают своих соперников. Загоняют их в самые невыгодные ситуации. Может, еще вот до матча стоило прислушаться к нашим аналитикам, которые говорили, нужно заканчивать СК 2-0. Карты довольно скользкие, особенно Инферно. Но не удалось СК закончить 2-0. Сейчас действительно колоссальные трудности. Спецоперация по вычислению Болтса закончится успехом или нет. Нашибочка качественная. На флай делает этот минус. 7-1. 6 раундов преимущества. В раунде от взятия первой половины в атаке. СК гейминг они могли засейвить АВП и 2 М-ки. Пошел Колдзера убивать, получил. И там уже по одному загнал. Я думаю, что это растерянность. Я вот другим не могу объяснить. То есть есть колл, уходим сейвить. В итоге остается Колдзера под 100 долларов. Зарабатывать 100 долларов, теряя гигантское вэлью. Действительно непонятно. Вновь Макс 7-ой. Вновь скаут УСК. Первый фолл на Б. Атаку пытается давать энтри из дигла. Не попадает. Фоллен пошел. Когда прорвет. Когда прорвет. Пока что нет. Не так не залетает со своим диглом. Фоллена уже выключили из борьбы. Нужен тайм-аут. Нужно команде СК как-то поработать над собой. Просто купить Макс 7-ой и скаут. Не тот выход. Не было ситуации на Тоненького. То есть можно дозакупаться, форсить. Но когда есть четкая уверенность. Когда действительно не хватает буквально пикселя для взятия раундов. Это выход тем временем под точку А. Здесь трое. Все те же диглы. Болтс даже с хаешкой сидит. Ферд побежал так же. Помогай своим тиммейтам. Стенка на стенку. Все игроки из КГейминг уже на точке А. Именно туда пока что направляется коллектив Team Liquid. Но делает это сверх. Аккуратно выманивая позицию за позицией. Ну нитро. Мы видим в начале банана. Тем временем вместе с бомбой могут вообще пройти на КТ. Сейчас Liquid. Так. Таковых позиций нет. В арке, библиотеке также никого не присутствует. Ну и что, пойдут ли в эту ловушку? Неясно. Вот-вот закончится дым. Да, пойдут. Пойдут до конца. Это шанс наконец-то для команды SK зацепиться. Нашли холд зеру. Так. Под балконом зачекали. Грэвьярд открывается сам. Делает фраг. Болтс. Ответочка прилетает. Никак не могут выключить. Есть. В пленте убили Фера. Не смог раскрыть потенциал МАК-7 Фернандо. Атаку последний против двоих. А вот это уже нужно брать. Ну и вот этот потенциал нужно раскрывать. В любом случае раунд был форсом, поэтому нужно идти. Спину не добивает. Как же уверенно на флай играет. Прочитано. Тиммейт передает информацию, на флай по ней выходит. Эту машину не остановить. Первая половина под контролем у Team Liquid. Один только раунд взяли СК. По 10-14 тысяч на руках команды Liquid. SK Gaming только сейчас. Наконец-то полностью оружейный раунд. Кто выиграет пистолетку на второй половине? Ну, 50 на 50 тут как всегда. Тут какие бы коэффициенты букмекер не предлагал, всегда это небольшая рулетка. Ну и АВП. Очередной раз у Колдзера. Позиции не меняются. 2 плюс 3. Может быть что-то придумали в Fallen FHR. Ну вот они, Молотовы. Вот они ХАЕшки. Хотя бы на раннем тайминге не подпустить Liquid. Терять уже действительно в какой-то мере нечего. Нужно серьезно видоизменять собственный раунд в защите СК Gaming. По крайней мере поближе по банану начали играть. Но опять же, сверхаккуратность, стила на подсадочке. Никого в центре, никого на втором. То есть это явный выход на точку Б. Флешечка. Минус 2 без размена. И что делать? Сейвить снова. Ну, по идее. Опорники вообще никого не убивают. Ну опять вот эта вот близкая игра ни к чему не приводит. Так и дальняя игра вообще ничего ни к чему не приводит. И Скаут, и Мак-7 из гробов уже играл FHR. И в упоре вышли с фолл. Может колдзеру поставить на банан? Может быть, АВПФ Олину дать? А деньги где взять? Ну, я имею в виду стоило в этом раунде. Не верят до конца. Ой-ой-ой. Все-таки убивает колдзера твиста. Не верят, что это будет выход на Б. АВИК в центре не работает, потому что никого не видят. Так, ну и пошли вычислять. Понимают, что можно себе подготовить следующий раунд, который можно будет называть проходным Team Liquid, забором этих оставшихся девайсов. Ну, есть еще какой-то промежуток времени. Стил уже на библиотеке. Тако. На своей классической позиции. Ну и колдзера, по идее, прикрывает этот выход. Один из библиотеки байтит. Тако абсолютно не подозревает о десанте сверху, прилетает по голове. Но два минуса, кстати, в окончании еще защита сделала. Ну, там уже столько денег. Там какие-то космические цифры у команды Liquid. Намного важнее, конечно, террористам убивать. И они Тако все-таки перекрыли. И даже не опираясь на снайперскую винтовку, у Liquid все получается. То есть, такая, знаешь, тупиковая игра, когда у тебя не получается, ты покупаешь АВП и отталкиваешься от минуса. А здесь дергают позиции защиты, опорники не дают должного отпора. И все хорошо. В плюс один раунд уже выиграна первая половина. И пока, ну, конкурентоспособной защиты мы не видим от СК. Это довольно странно, на самом-то деле. Вновь 2 плюс 3. Никакого тайм-аута, ничего не меняют. И банан отдан, причем... Никогда такого не было. И вот опять. Пустой банан. Можно заходить на точку B, что и буду делать Liquid. Смотрите на мини-карту. Тут 5 человек. 5. 5 в 2. И там довольно-таки стандартные позиции. Подсадочка на цветы для Фера. Ну, Фоллэн в углу с Юмпика. Но туда прилетит Молотов, по идее. Да и дистанция для Юмпани самая приятная, чтобы перестреливаться. Ну, то есть только для игры в засаду, когда твой тиммейт уже делает какие-то фраги, байтит на себя внимание. Ты там врезаешься, смоки. Все красиво. Фармишь фраги. Ну, Фоллэн будет действовать первым номером. Как раз-таки с холпы. Хоронит его молниеносно. Ферр делает фраг и уходит. Ну, хоть одного. Хоть одного забрали. В итоге 4 в 4. Хелпа захлебывается. Это был колдера Ферр. Не сдается прыжок. Веры какой-то. Еще бомбы не было. Так, меняет. М-очку на калаш. Прострелы гробов приносят результат. Последний на обороне бомбы Элидж. Против двоих. Против одного. По идее, должен знать, откуда идет последний. СК, нужно этот раунд вытаскивать. Каким-то образом, но нужно. Так, ну и вот так есть стопроцентная информация по местонахождению своего соперника. По крайней мере, это банан. И будет дергать на бомбу. Элидж, отсчитывая секунды, пикает. И перестреливает. Прилетает. Жестко. Один в три. Один в три. Ну, опять рассинхрон в ретейке. Выходит один. Потом выходит второй. Так вообще не успевал. Он не виноват был в этом ретейке. Он бежал на последнего. Никто не виноват, а что-то раундов нет. В этот раз, ну вот Ферр дал минус. Дождался Хилпы. Кулдзера с авиком погиб. Ферр дал второй минус. Дал третий минус. Наконец-таки прорвало. Действительно, я соглашусь, Ферра. То есть он более чем справился со своей ролью опорника. И жил. Тянул время до постановки бомбы. И фраги делал. Ну, быстро потерял Фоллен. Но Фоллен как бы там сам так придумал. Врываться в смоки с ЮМПшкой под флешку. И там уже вот повезет, не повезет. Экономическая яма у команды СК. Вновь девайсов не обнаружено. Два скаута, два дегла и ЦЗшка. Расстановка не меняется, но меняются люди. Болдз теперь будет на Б вместо Фоллона. Фоллен, видимо, там, да, решил мидл попикать с скаутом. Так, ну и опять же сверхмедленно ликвиды приступают к взятию точки за точкой. Феер. Ну, тут нужен хэдшот. Позиция перспективная. А лучше два, а лучше три. Ну, может делать не ваншот, тогда болдз дожмет, но там ЦЗшечка. А патронов мы знаем не максимальное количество, не оптимальное, точнее. Чтобы добить и следующего закрыть. Так, мол, это в темку готовится. 5-б, 5-б они этот раунд обузят. Ну и дожидаются какого-то нужного тайминга. Полетела артиллерийская подготовка базы Б. Феер работает скаут. Феер хэдшот от него. Болтс на инициативе. Попытается выключить хотя бы кого-то на проходе на капель. Не дают сделать. Все, душат, давят. Как это залетает сейчас. В дым просто погибает. А как вот это залетает? Феер. Два хэдшота со скаута. Приходит Колдзера. Ну, тут... Ну, такая опасная игра. В принципе, мог как убить, так и выключили его бы из борьбы прострелом через маки. Тем не менее, Колдзера делает этот фраг. И на обороне бомбы двое. На флай. Очень классная позиция у на флая. Менять он ее не будет. Ну, и сразу ее, скорее всего, никто не будет чекать. Поэтому некое преимущество времени у на флая будет. А с поддержкой его стрельбы можно надеяться на то, что фраги полетят. Они полетели. Последний Колдзера из дегла нашивает панически. И нитро ставит точку в этом раунде. Три единицы на табло. Десять раундов преимущества для Team Liquid. После невероятного количества раундов на карте Деку Бул Стоун команда СК Гейминг куда-то исчезла, куда-то пропала. Не предлагают новых решений СК. Ну и бороться придется уже только лишь за четыре раунда в первой половине. Рабочий, на самом деле, счет. Ну, хотя бы три надо здесь выиграть СК. Но нет лучика света в этом царстве тьмы. И вновь два. Ну где пиг Медлая? Хоть что-то свеженькое. Они свежие. Они с первого раунда. Ой-ой-ой-ой. Нафлай. Вот это верх победы. В свой, Молотов. Жестко. Неудобный позе замирает. Неудобная действительно ситуация получилась для Нафлая. Слишком поверил в себя такое чувство Нафлай. Он пробежал по чужому, Молотова, и забежал в свой по итогу. И решил пропрыгнуть на цемент, все-таки догнать уходящего соперника. Ну вот эти кошки-мышки для него закончились. Верны смертью. Ну теперь в 4-ом будут играть Team Liquid. Хороший шанс для СК все-таки забрать для себя второй. Дают эту возможность игроки Liquid. Если СК выйдут на 11-4, это будет вообще другой КС на второй стороне. Но тем не менее, Liquid попытаются выпутаться из этой ситуации. Запускают курочку на чек-ребер. Не добежала. Страшно. Так, тут у нас нитро. Вместе с бомбой готовит первый дым. Твист возвращается со второго. Неужели пойдут снова на B? На шифровки пошли. Так, судя по камерам, готовят как раз-таки верный раунд в меньшинстве. Ну тратят все гранаты, которые только возможно. Хорошая флешка. И лишь врывается на инициативе под нее. Кулзера немного не успел видеть нитро. Что с Кулзерой? Это сплит на базу B. По итогу летит еще один хэдшот для Фера. И Фоллэн понимает, что это сплит на B. Надо куда-то пушить. Он это прекрасно понимает. Действует хитро. Под смоки. Проходит шифток. Врезал. Приветики. Стреляй. Двое, две спины. Но точку отдали. 15 секунд. Фоллэн будет ждать тиммейта. Попытается под флешку, но нитро слишком близко. Слишком жесткий нитро. Действительно вдвоем теперь придется организовывать этот ретейк. Стартовое преимущество по выжившим. Уже упущено для СК Гейминг. И сверхсложно подходить к этому ретейку. Отчаянный прострел смоков. Но надо что, сейвить или идти? Иду до конца. Там уже в спине нитро. Пока они доползут. Так, ну и последний. И такой нитро БМ сейчас. Оп-оп. Жаркая встреча. Здравствуйте. Уничтожает просто по всей карте нитро. Разобрался на B и оказался на КТ-респауне. Болтс уже с ножом бежал. Ну, действительно, разгромный счет. Абсолютно ничего у СК Гейминг не получается. Какие-то, знаешь, моменты всплеска. Ферр минус три дает. Где-то там хедшоты со скаута летят. Где-то преимущество найденное. Но по итогу все это приводит к проигрышу в раунде. Ну и Ликвид раз за разом 5-б. Вот этот сплит-выход был неплохим. Так, лишняя граната. Ничего страшного. Ну и 14-й у нас на экранах. Девайсы, понятное дело, ужасные у команды СК. Ничего не меняется у СК. Да, опять же, даже сверхглубокие позиции еще более глубокие занимают опорники базы Б. Примерно то же самое место расположения. Та же самая архитектура защиты под точкой А. На чек. Колдзера, правда, с юмпишкой, а не с авиком. Странно, странно отыгрывают СК. Почему-то паузы все еще не было. Ну, возможно, мы увидим жесткую атаку во второй половине. Настолько жесткую. Что вот прям с одного раунда выпутаются до камбэка, до овертаймов и затащат. Ну, сложно пока что вериться. Действительно, скептически настроены. Я думаю, все, кто смотрит эту игру. Но СК не были бы СК. Если бы такое раз от раза не делали. Хочется в это верить. Хочется все-таки надеяться на какой-то камбэк и на борьбу. Походу, инферно... Ну, вот сверхнеприятный соперник. То есть изучивший тебя до родинки на теле. До каждой родины. Он знает тебя вдоль и поперек. Но СК сами-то ничего не предлагали особо. А что предлагать, если все узнают? Запушить мидл. Так, ну ладно. Выход снова 5Б. Кто бы вы думали. Полин. Два опорника здесь. Подсадочка пока что работает. Правда, на минус один. Фер попытается дожить до поддержки собственных тиммейтов. А там на контроле. Фулл-блайк для всего зона атаки. Но Ильич делает этот хедшот. Кулдзера уже близко. Свитчит девайс на трофейный калаш. Ну, в этот раз хелпа была очень быстрая. Но, правда, только от одного Кулдзеры прошивает. Но слишком мало демеджа. Бежит болт. С Тако далековато. Так. Прибежал. Спина отрезается. Узнают про Кулдзеру. Банан чекается Эйлиджем. То есть, все. Тако один вариант. Идти вместе с Кулдзерой. Идти нужно. Нужно организовать действительно волевое выбивание. Двое на кафелях. Перекрест. Он скрывается. Первое, второе. Но это уже перестреливает. Он один выходит и 100 хп у него. Он убил двоих, у него 100 хп. Ну и причем даже ни одного хедшота не было. То есть одного и второго в тело. По-моему, Ликвид сами не понимают вообще, что это третья карта вообще или где она? У нас тяжело учение, легко в бою. Вот на 100%. То есть готовились, видно, к своему сопернику. Знали заранее. День отдыха был. Прокрумы в гостиничных номерах присутствуют. Поэтому могли просто-напросто по полочкам разложить. Понимая, какой примерно будет пул карт на этом четвертьфинале. Ну и вот он, последний раунд первой половины. Фоллум пытается поработать с центром карты. Бомбкерри вообще на респауне остался. Это нитро, вот он. Ну и последняя возможность зацепиться хотя бы за второй взятый раунд. Подсадочка на стене. В пятнадцатом пошла подсадочка на стену. То, чего ждали по ходу всей первой половины. Опять же, неудачно. Ферр погибает ни за что. Ну тут какой-то уже тильт или что это происходит. Один побежал, второй остается на банане. Колзера в полу позиции. Ну и два плюс два по плантам СК. Но опять же, не самый крепкий девайс на обороне. Достаточное количество гранат для последней раскидки для Team Liquid. Они пока что медлят. Понимая, что уже ведут по ходу этого раунда. И просто нужно доделать начатое. Ну и заставить соперника ошибаться вот такими прочеками. Так выходит, получает по голове. Фолин ответил. Ну вот контакт на банане. Все-таки Болтс перестреливает стила. И это 3 в 3. Времени 50 секунд. Террористы решили почекать банан. Так, ну а Болтс не уходит. Один плюс два. Болтс. Наверное, ключевой момент в этом раунде. 40 секунд времени Болтс делает свой фраг. Бомба несется в догоночку. Болтс успевает, конечно, спрятаться. Правда, натопал. Нитро его, скорее всего, перекроет. Зачекал! Очень легкий фраг для Нитро в догонку. Будет ставиться эта бомба. И очередной ретейк, очередная попытка перехватить точку Б. Фолин и Колдзера, Скаут и Эмка. Но идут с одной стороны. Опять же, никакого преимущества позиций здесь не будет. Надежда только лишь на игру в связке и какой-то разменный фраг. Ну и точно такая же ситуация со стороны Тим Ликвид. Прилетает жестко Фолину. Последний Колдзера. Самое время, самое время потащить раунд. Видит одного, в виде второго. Но это 14-1. Отдохнули на бэп-лэнте. Релакс. Действительно, для коллектива СК Гейминг. Правда, конечно, в кавычках. Ничего, по факту, за сторону защиты так и не получилось. Необъяснимо, но факт. Один единственный раунд выиграли СК. Это был четвертый раунд. Это был раунд, по-моему, когда коллектив Тим Ликвид играл еще с оставленными фармганами. То есть там какое-то количество их было. То ли два, то ли три. Это был первый девайс. И все на этом завершилось. Ну что же, в очень тяжелой ситуации остается бразильская пятерка. Не знаю, сколько раз они комбейчили с одного раунда, но с двух и трех получалось. Я думаю, Петрик уже шерстит how to work в поисках этой информации. СК Гейминг. А могли закончить на Кобблстоуне. Четыре матчпоинта было у бразильцев. Теперь уже гигантское преимущество в руках Ликвид. Да, действительно, Ликвидам остается взять пистолетку и добить соперника. Ну, посмотрим. Теперь за атаку СК. Все у них на руках. Любые козыри нужно предлагать. Выкладывать на стол. Играют против своего же раунда через ковры. Ждут, ждут новомодной стратегии. Мною СК идут 5б. Той же монетой. Опять же, диффузки-то есть, поэтому ретейк так или иначе будет организован. Вопрос в том, сколько на флай соперников отстреляет и отстреляет ли вообще. Пока что это делает тиммейт. Твист пошел в перестрелку на флай. Не самый качественный. Твист. Тоже не попадает по голове колдзеры. Но в итоге-то 4 в 4. 4 в 4, да, действительно. И так немного заперто смотрится СК Гейминг. На этом планете деваться некуда. Никто, кстати, не уходит на банан. Все остаются глубоко в пунте. Позиция на церкви. Отфера штраф-контроль по первому. Второй выходит. Не хэдшот. Заклевали. Фоллен. Все-таки разменялся. Остаются Эйлидж и Твист. Оба из церкви. Доработочка сверх жесткая. Два хэдшот. Прилетело. Второй раунд для СК Гейминг. И надежда на камбэк по-прежнему сохраняется. По крайней мере, первый шаг сделан. 14-2. Счет на третьей решающей карте. Ликвид досрочно выиграть в этом матче не получается. Сейчас, конечно, будет форсбай. Но видно, что СК немного приободрились. Ну вот, знаешь, главное для Ликвид в этом моменте не поверить уже в такую заранее победу. То есть преимущество-то по раундам гигантское. Но, опять же, сложная экономика. Все это и немного ошибок может позволить СК Гейминг действительно уже собраться. Им просто нужно дать повод для того, чтобы они поверили в этот камбэк. Ой-ой-ой. Вот это атака. Вот это хэшечки. Филигранное исполнение. Так, но флай остается за цементом. Тиммейт, как мы видим, в точке. Это Нитро. Пошел открываться. Правда, не совсем тот тайминг. Поддержки Нитро за спиной. Попытаются выудить. Ну, позиции хорошие. На флай в упоре. Нитро под углом, как мы видим, с дегло. Да, будет действительно байтить. На флай попытается разыграть эту ситуацию с плюсом для себя. Теряет Нитро. Остается на дуэль. Против Калаша. Отпустил все-таки на флай. Тем временем проползает звено из трех игроков под 15. Ну и может, да, сплитовать на Бензи стоит. Так, ну выходит Твист. Нет, все-таки. Ну Твист тоже думал, что там в арку все повернули. Он такой, оп, в спине окажется. Но не тут-то было. Ну и по итогу поворот на точку А. Стил ждет спину. Ну, слышит, конечно, и бомбу. Слышит, что уже хозяйничают на точке А террористы. Нет, не удается подловить фером на перетяжке под пески. Можно оттягиваться. Можно действительно попытаться в этом моменте либо нарезать уходящих, либо просто засейвить пистолеты. Потому что в следующем раунде экономики не предвидятся для жидких. Ну, они убрали Тако. Правда, видимо, Девайси куда-то подевался. Находят тем временем стила на флай. Погибает. Третий раунд для коллектива СК Гейминг. Тем не менее, путь по-прежнему предстоит проделать достаточно большой. Как бы не сказать гигантский. Тернистый, тернистый путь камбэка для команды СК. Но парочку раундов отбили. Так, плакатики Let's Go Liquid появляются. Потихонечку фанатов Liquid становится все больше в зале. Действительно, демонстрируют они игру с пониманием. Мак-10 для Тако. Остальные на очень серьезном вооружении. У команды СК Хаешки Мидл. История с другой стороны сработала. Вот это нужно было делать СК. Какие-то, ну, это же просто. Креативчик. Бэм взорвали одного. Бомбардировка. Но в итоге потеряли колд-зеру. Все. Мак-10 отмена. Остаются Калаши и Галил. Так, сдвоенная встреча. Ребер. Ну, на Б. На Б никого. Принципиально будут ходить на Б теперь СК. Отвечать той же монетой. Твист. Начекал. Но это не Дигл. Это не Дигл. Тут по головам так жестко не пройтись. Ну, тут какой-то вот фраг на ошибки соперника может позволить себе сделать. Пока что Фолин развлекается на миду. Минус три. Габриэль Толедо. Знал, как будет двигаться команда Ликвид. Действительно, занял очень четкую позицию. Остается Элиш и Твист в связке. Твист. Ну, неподалеку. Раунд тут, конечно, только Ниндзи Диффьюза. Можно выиграть. Но и тут без китов. Твист. Элиш в центре нашел Мак-10. Ну, и более ничего он не найдет. Фолин вообще в тест-пал натягивается. Ищет своего соперника на сейве. Элиш не так нагло действует. Пока только в районе второго мидла расположился. Бомба все это время пищит. Ну, раунд понятно. Выиграет СК. Так, ну, все ближе. Фолин как будто на шаг впереди. Прочитано, говорит нам Габриэль. Минус четыре должно быть. Нет. Вот это залетел. С Мак-10. Хочет плюс 600 долларов. Элиш залепил. Ну, и Галил ему в награду после этого фрага. Хороший, хороший действительно разменчик сделал Элиш. Посмотрим, насколько этот Галил взлетит. Ликвид. Так, небольшой повтор, видимо, от Фолина. А, это Хаешечка. Начало раунда. Хаешка в ноги, Хаешка по голове. По итогу дострела от Фолина. Что по девайсам? По девайсам четыре эмки и тот самый трофейный Галил в руках на флайм. Пять калашей от СК Гейминг. Никаких снайперов. Посмотрите, насколько отличается Барон Банана от Тим Ликвид. Они пользуются всеми преимуществами. Гранат. Ой, тут прострел залетел. Тако взорвался. Граната сработала. Они в прошлом раунде взорвали, в этом раунде. Вот, защита Банана, которая не работает по головам, прилетела от Болса дважды тапчиками. Уничтожил 25% здоровья, но спасибо, что живой. И в большинстве уже СК Гейминг. Такая заготовка. Взорвай Тако и потом два хедшота в линию. На флайм пытается сквитаться. Флешечка нанес дэмэдж, но не убил. Жестко, но не фатально. Понимаешь, что нужно эвакуироваться. Ну и что в голове у СК Гейминг. Ну знают, что скорее всего один на Б остался. Есть у них еще игрок в центре. Это Фер. Чекает ковры. Ну а тут Ликвид решили идти в Абанг. Решили действительно угадывать. И посмотрим. Пока что действительно параллельными курсами движется у нас атака и защита. Ну тут Ликвид готовы на самом-то деле. Времени 40 секунд. Гранат достаточно для того, чтобы раскидаться и уйти в СК Гейминг. Но никто уходить не будет. До конца, до конца на Б. Ой, вот это классный Молотов, выжигающий подсадку. Стилу приходится эвакуироваться. Полин ставит. Враг. Спрей. Задавили. Все красные, все красные. О, да ладно. Просто на отходе. Спрей даун по двоим каленым. И в итоге-то бомба не поставлена. 20 секунд до окончания раунда. У Колдзера сильно дамаженный. Есть шанс у Тим Ликвид потащить этот раунда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Он смотрит ему в душу, он убивает его. Это матч-поинты для жидких лошадок. Какая-то жесть. Вот это развалил сейчас Стил. Он сам не поверил. Там и Ботов в ковешки. Боже, как я это сделал, я не понимаю. В линию построились. Эй, как же красиво это было. И Колдзера уже думал, там церковь. Там сейчас он выходит в дым. Вот он момент. Все красные. Но пока не тот момент. Вот он момент. Он даже не собирался никого убивать. Он уже шел на релот. Так, на отмашку. Пустил какой-то спрей-даун в направлении плента. И по итогу это заехало. И вот он окончательное решение от Колдзера. Который решил сыграть в тело. Пропушить смоки на шефте. И за это был наказан. Просто фаталити для команды СК. 11 подряд тащить практически нереально. Но они постараются это сделать. Под флешку Элиш просто доминирует. Супер агрессия. Просто пытаются подавить всяческие моральные силы. И на сопротивлении у коллектива СК гейминг не дают развернуть атаку. Три раунда начинается с entry killout liquid. Дважды взрывали. Только что за Аркадий Литако. СК постоянно в меньшинстве. Запирают их. На теспауне. На втором миду. Приходится выбирать немного другое направление собственной атаки. Ну и как мы видим решение готово. Нитро уже в библиотеке. Будет аккуратно вторым номером чекать. Оп. Увидел. Ну а в ЭП он не услышал. И это уже неплохо для него. На флай. Ну вроде бы по инфе смещался, но не справился. Даблкил от колдзеры. Ну на дуэль к этому парню. Не стоило выходить. И уже серьезное преимущество для бразильцев. Стил последний. Ну тут вновь нужны героические усилия. Вот этого парня. Фоллан его ждет. Бетонирует собственный отход. Раскидал все имеющиеся у него гранаты. Ну что, Лукас Лопес будет ли сейвить или пойдет тащить? По-хорошему нужно подсейвить, но там опять все красные. Пойдут его забирать. Довольно-таки уверенно уже в направлении стила отправились. Штрафовали в голову. Фоллан делает последний фраг. Еще десяточку. Еще десяточку нужно отжать из Кан. И тогда начнется серия овертаймов. Ну а в случае любой минимальной ошибки, в случае если хоть где-то кто-то ошибется, Ликвид просто выйдут уже в полуфинал. Ну последний шанс. Действительно ни одной ошибки коллектива ИСК Гейминг совершать уже нельзя. Но самое главное не потерять никого на первых секундах. То есть три раунда их просто давят. К такому в дальнейшем будут готовы. То есть и так в последнее время медленно выглядящая атака ИСК Гейминг может трансформироваться вообще просто в состоянии ожидания каких-то контртактик, контрпушей. Контртактик просто в вагон у команды Ликвид. Засада в центре с пистолетами. ИСК Гейминг не полез, не полез все-таки на рожон. Тем временем двойка проходит банан. Это атаку, это болтс. Никакого сопротивления там не встретили. Выжигает Вербойлер. Аккуратно. Простреливает. Никаких контактов здесь не предвидится пока что. Но не пойдет, потому что двойка-то уже на Б практически вышла. Или пойдет. Он не пойдет, сказал Федор. И Фер пошел. Так, ну начало. Заметил, прилетел по голове. Забайтил. Заставил просто выходить в эту аркаду. Сделит в линию. А тут еще и Полин приходит вторым номером. На двоих распилили этот раунд. По итогу Клин и Низи. Братская могила возле бойлера. 15-6. Дамы и господа, ИСК Гейминг будут бороться до последнего. Что по деньгам? На АВП не хватает. Команде Ликвид вообще нужно делать закуп до 2000. Так это по-хорошему. То есть решение не в бае искать. А действительно в позициях. Ну вот предыдущий раунд не заехал. Хотя довольно перспективно выглядела эта засада. И вроде бы соперники пошли. Но Фера что-то уберегло. Получил по голове. А потом качал плечиком. И поломились на него. Тим Ликвид. 5 хаешек в закупе Ликвид. Все 5 хаешек полетели. Тако 6 хп у болт за 18. Магически заколдованные гранаты. Фер справляется на флайм. За углом твист. И с ним справляется Фер. Туда же Молотов. Ну да. Тут по-прежнему в пятером. Ну и очередь за смертью. Вот Тим Ликвид. Или Мид ЦЗшечка. Стил делает фраг. Не отказываются от момента давления на бананы. Те и другие. До конца до конца цепляются действительно оба коллектива. Атаку был все еще красный. Клзера классный. Молотов. Но не справляется с Элиджам. Так. Ну бросить все меньше. А двое тамаженных. А теперь 1,1 человека по состоянию здоровья. Така. 6 хп. Фолин сотый. Бомба ставится. Нужно поторапливаться. У Элиджа нет армора. Нет диффуз китов. Этого не закупал. Ну будет сейвить. Похоже, что решение принято. Да. Слишком дальняя траектория. Остается Элидж. На сохранение этого автомата. Седьмой раунд для команды СК. Нервно все выглядело. Действительно. В замесе на банане могли выиграть как те, так и другие. И надежды не оставляли Ликвиды. Отличная сковородка. Но не для этой игры. Семерочка есть. Кстати, тоже четвертый раунд выиграли Ликвид. Так вот показательный довольно момент. Намекаешь на зеркальные половины. На 15-15. Ну почему бы и нет. Смогут ли, смогут ли СК, допуская ошибок. Три фрага утака. Господи, я все правильно увидел? Да. Только заметил. Нужно включаться. Ну так, действительно. Позиция такая довольно пассивная, закрытая. В первой половине была у него и нерабочая, как оказалось по итогу в Больших Песках. А во второй его просто взрывают хаешками на первом тайминге и все. Ну Ликвид. Гранаты уже не будут работать. Это понятно. Если первые пять раундов они еще взрывали, дамажили, то сейчас уже нет. Ну посмотрим. Вот раунд, который должен дать ответы на вопросы. Мы видим снайперскую винтовку. Опять же у Нитры похоже, что был спаун. Он взрывается на перестрелку на меду, получает блайнд и эвакуируется. Так, Фиер контролирует центр. Фоллен на коврах. Бомбу оставляют под позиции ям. СК Гейминг. Кэлэ шьет, но тут хаешки уже от атаки. Так, ну есть план Б. Эльджи подсаживает на стенку, будет дошивать смоки до последнего, пока присутствует патрон в магазине. Ну вот, Ликвид не брезгует, оставляя в начале троих на банане. Они громогласно заявляют, банан наш со старта каждого следующего раунда. Да, когда с пистолетами там не все удается, тут понятно, тем не менее, даже с пистолетами ходят. 1 плюс 4, наставили только Нитро на банане, но тут Молотов очень много хп потерял или что-то где-то хп подевалось. Так, интересный пиксель, прострелом фраг от Нитро. Туда же отправляет хаешку, вторым таймингом пытаются выйти СК, но уже поздно, уже Нитро не догнать. Ну вот насколько разные защиты у СК Гейминг и Ликвид. Максимально агрессивная у лошадок. Просто если полраунда Ликвида решали, на какой плент пойти, раскручивали собственную атаку, экономили гранаты, либо фейковали за счет них, то у СК Гейминг со старта начинаются проблемы. Их просто пушат, их просто перестреливают. И где-то 40-50 секунд раунда прошло вот в панике на банане. Очередной первый минус. Обеспечили Ликвид. Они все еще на матч-поинтах. СК планируют выходить на А. Ну тут сдвоенная позиция. Грэвьярд, Фоллэн, пригорают, 18 хп. Так, твист. Никто не чекает. Изи спина, Изи десант на второго. Здравствуйте. Последний дамаженный. Похоже, что это победа коллектива Team Liquid над принципиальным североамериканским соперником, южноамериканским. Поздравляем команду Liquid. Это первый полуфиналист четвертого сезона Star Series iLeague в Киеве. И они сделали это. Они дотащили Кобблстоун и на Инферно уже были сильнее, уже были на коне. Красавчик и Liquid с командой СК мы прощаемся. На этапе 1-4 фоллэн и компания остановились. Железные лошадки. Ни в коей мере не жидкие. Просто неимоверный. Дали камбэк. Вспоминайте, друзья, с чего все начиналось. Абсолютно, ну, такой, наверное, не предвещающий ничего хорошего счет на первой карте. Карте Mirage 16-9. Просыпались, разминались. Отдали матчпоин своим соперникам на второй, на карте Кобблстоун. Их в выборе камбэкнули до овертаймов. Дотащили их в двух сериях и похоронили СК Гейминг полностью на карте Инферно. Браво! Еще раз поздравляем Liquid на волюшке, на характере. Ребята все-таки перевернули СК Инферно. Действительно, в их исполнении выглядело классно. СК чуть-чуть растеряли, чуть-чуть не нашли свой КС. Чуть-чуть. Ну, в первой половине совсем, на второй уже вроде бы пошло, но 14-1. Вы серьезно? Ну, я думаю, этот момент наши аналитики будут отмечать и обсуждать, что произошло с защитой в СК Гейминг. Почему настолько пассивная она была, опять же, в исполнении, просто с надеждой на какие-то турельные перестрелки, позиции в планетах. Стрельба не заехала по большей части. Ну, в общем, много. И есть, что обсудить. Наши студии аналитики. Мы же с Федором еще раз поздравим победителей первого четвертьфинала. Железные лошадки отправляются в стадию 1-2, полуфинал. Ну, и с СК нам приходится попрощаться. Да, так и есть. На очереди еще три четвертьфинала. Следующая битва Фейс против Ренегейтс. Ну, я думаю, Ренегейтс, посмотрев этот матч, воодушевились, приободрились и готовы тащить. Вот так вот посмотрели они на этот матч. Да, действительно, следующий четвертьфинал на очереди. До этого наши студии аналитики обсудят и подытожат, что произошло в первом. Им слова и передаем. Лут-бет. Онлайн-ставки на киберспорт. Дота, КСГО, Овервотч, Хардстоун и другие дисциплины. Ставь на исход матча и игровые события прямо во время трансляции. Пополнить баланс можно деньгами, скинами или биткоинами. Заходи на лут-бет, вводи код с экрана при депозите и забирай свой бонус. Не знаешь, как построить команду с нуля или найти надежных тиммейтов? Заходи на dreamteam.gg, первую в мире платформу для создания и управления командой. Находи игроков, тренеров или команду. Планируй процесс развития, управления и монетизации. Не откладывай свой переход от любителя до профессионального киберспортсмена. Присоединяйся к dreamteam.gg прямо сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дим, мне гигабайт-то прибавить или убавить? Ну, убавь. А я прибавлю. Пойду за хворостом схожу. Нет, я схожу. Настрой... Настрой...